Огромный привет всем зрителям моего канала! Меня зовут Юля и сегодня видео про натуральную косметику. Я знаю, что много моих зрительниц смотрят мой канал, потому что я рассказываю очень часто именно о органической, натуральной косметике, которая состоит из масел, трав. В этот раз косметика Made in Ukraine, то есть производство в Украине. Поэтому, если вам эта тема интересна, продолжайте смотреть это видео. Сегодня я решила рассказать вам про косметику фирмы LAPUSH, косметика из сайта lapush.com.ua. Я, как всегда, ссылки на всю продукцию, инстаграм и так далее, оставлю внизу, чтобы вы могли перейти, посмотреть цены и так далее. На этом не буду останавливаться. Расскажу просто о своих впечатлениях после использования. И не только о мною, я даже проверяла эту косметику и на своем ребенке, потому что считаю, что если уж органическая, значит, в принципе, натуральная. И ее можно применять даже для нежной детской кожи. Моему ребенку 5 лет, поэтому ориентируйтесь именно на этот возраст. Насчет младенцев или грудничков, не знаю. Начну с гелей для душа. Я их заказала два. Один с ароматом жвачки я еще. Им не пользовалась, только понюхала аромат просто бомбезный. А второй сочный арбуз. Это разрыв мозга, настолько он ароматный классно пахнет. Кто любит арбуз, тот понимает. Он двухцветный, то есть сначала идет такой зеленоватый, бирюзовый, я бы даже сказала, оттенок, а потом идет розовый. Но во время того, как я его наливаю на мочалку, эти цвета каким-то дивным образом смешиваются и на мочалке сразу два оттенка. Запах классный. Гель для душа очень хорошо увлажняет кожу. Я его пробовала как на себе, так и на ребенке. Никаких реакций, ни аллергических, ничего такого не возникло. Кожа после него мягенькая, приятная на ощупь, такая ароматная, очень долго держится аромат. Хороший дозатор и баночка такая добротная, из такого очень плотного пластика, хорошо извлекается. Бывает такой вариант, что вроде бы гель натуральный, а начинаете его наносить на мочалку, а он как жвачка начинает густеть и становится такой тянучий, тягучий. Не знаю, как-то меняет свою консистенцию. С этим гелем такого не произошло, поэтому смело вам могу порекомендовать. Второе, что я заказала, я очень люблю различную соль для ванн. Я и сама ей пользуюсь и добавляю в ванну, когда купается ребенок, потому что считаю, что соль, она не только оказывает бактерицидное воздействие, но также она очень хорошо, особенно женщинам в период, когда мы подготавливаемся к летнему сезону, хорошо помогает подтянуть кожу на проблемных зонах, на ногах, на бедрах, когда вы ощущаете, что у вас есть какая-то, возможно, проявление целлюлита, рыхлости и так далее, то попробуйте пройти курсом где-то 10-14 ванн с солью, и вы заметите, как ваша кожа подтянется. И мне напоминает кожа после ванн, таких вот именно курсом, ощущение, что вы как в невидимых колготках, она настолько хорошо разглаживается, что никакие, мне кажется, даже антицеллюлитные крема не дают такой эффект, какой дает именно соль. Я взяла в двух вариациях, фиолетовая это соль с лавандой прованс, а такая вот розоватая это сакура, и в ней, и в той, и в этой есть такие небольшие лепесточки даже, я не знаю чего, как древесины, ну какие-то такие вот идут как кусочки, то ли как от дерева действительно, я не знаю, но оно очень приятно в воде, нет такого ощущения, что вы плаваете в каком-то мусоре, то есть оно деликатно распределяется по ванной, я покажу кусочек видео, как я добавляла эту соль, соль растворяется полностью, нет осадка, как бывает на дне ванны, когда соль некачественная, то просто какие-то такие, как песок или что-то черное на дне остается, то такого с этой солью нет, у нее есть как более мелкие частички, так и более крупные, и очень она приятная в момент принятия ванны, вы ощущаете и аромат, и легкое такое ощущение кожи, ну когда, знаете, как маникюр, когда делаете, и у вас она размякает хорошо с солью, и после нее очень классно пойти себе сделать, после принятия ванны пойти себе сделать действительно или маникюр, или педикюр, потому что кожа действительно очень размягченная и приятная, я очень довольна качеством данной соли, и баночка удобная, я еще ту вторую не пробовала, но по аромату она тоже мне очень понравилась, думаю, как раз перед тем, как засыпать, то такая вот соль с лавандой будет вообще очень в тему. Еще одна моя большая слабость, это бомбочки для ванн, я взяла сразу 4, есть они и по отдельности у них на сайте, очень прикольно так упакованы, можно на подарок покупать, а есть вот таким вот одним большим набором, их тут было 4 штуки, белая, розовая, по-моему, зеленая и синяя, мы зеленые и синие с ребенком уже испробовали, я вам также вставлю видео, и вы знаете, я как специалист по бомбочкам для ванн перепробовала их в очень много, в разных вариациях, и это, наверное, первые бомбочки, которые настолько классно взрываются, пенятся, шипят, заполняют полностью оттенком своим ванну, при этом добавляют аромат, при этом добавляют в воде мягкость, и я смело могу сказать, что это лучшие бомбочки, которые я когда-либо пробовала, что касается аромата, то он в них как раз такой парфюмированный, то есть нет какого-то приторности, есть ощущение, что вы действительно купаетесь в каких-то очень дорогих ваннах, в каком-то спа-салоне, опять же, никакой аллергической реакции, раздражения на коже у моего ребенка не возникло, поэтому, если вы хотите такие ванночки купить своим детям, думаю, что можете смело попробовать, и, безусловно, я теперь растягиваю удовольствие, я хочу попробовать эти два оттеночка, и каждая бомбочка по-своему пахнет и по-своему интересная. Я просто не могла сделать заказ в этом магазине, не взяв баночку кокосового масла, и, как вы знаете, я безумно люблю кокосовое масло, применять его в различных вариациях, это кокосовое масло мне хоть и жалко, но я все-таки использую на волосы, потому что хочу сейчас свои волосы немножечко напитать больше, потому что после зимы они потерпели пересушивание от различных фенов, плоек и так далее, и сейчас я делаю вот такие вот маски, то есть я просто беру, немножечко растапливаю масло, например, на батарее или просто где-то в теплом месте держу, чтобы оно подтаяло, наношу на волосы, закручиваю в гульку, держу часа два, а может быть и дольше, затем смываю двумя-тремя промывками шампуня волосы, и я очень люблю эффект от кокосового масла, потому что, во-первых, оно у них очень круто пахнет, знаете, есть, бывают такие магазины, где натуральная косметика продается, заказываешь там кокосовое масло, а оно приходит уже, ну, такое ощущение, что немножко подпорченное, с горчинкой, и не пахнет кокосом, а пахнет уже действительно чем-то испорченным. Здесь кокосовое масло пахнет как батончик баунти, а то и еще круче. Написано, что его можно использовать не только для волос, но и для всего тела, и лица, то есть использовать в качестве как крема для рук, для кутикулы, для просто вот кожи, которая обезвожена, но я не жалею на свои волосы, потому что это масло номер один для волос, для меня лично, и вам рекомендую, если вы не пробовали, попробуйте. Тут 100 мл, и вам, в принципе, его должно хватить надолго. На корни я не наношу, я сейчас в основном наношу на длину и на кончики. Следующее, что я заказала, это лимонный баттер для тела, который называется лимонный пломбир, 50 мл, и он просто, я не знаю, как это назвать, консистенция воздушная, она просто вот вы проводите пальчиком, и она под пальчиком прям пузырится, я не знаю, прям тает на глазах, наносится на кожу очень таким приятным слоем, хорошо впитывается, мгновенно кожа становится мягенькая, и настолько у него концентрированный аромат, что вы еще очень долго будете пахнуть какой-то лимонным таким пломбирчиком. Баночка очень интересная, кстати, я даже не знаю, она, сначала мне показалось, что она как из картона, потом я подумала, что она из пластика, я до сих пор не могу вам сказать, но, наверное, просто такой вот интересный пластик шероховатый, который чем-то напоминает такой картон. Он очень легенький, с собой в дорогу можно брать, и я его в основном наношу на проблемные участки, где очень пересыхает кожа, например, на локти, на колени, на руки, на ноги. Расход у него, на удивление, достаточно экономичный, поэтому я думаю, что мне на всю весну его должно хватить. Кроме этого, я заказала мыло ручной работы, я специально им так хорошенечко попользовалась, чтобы показать, в каком виде оно пришло и в каком виде оно у меня сейчас находится. То есть, в принципе, оно не разваливается, то есть, держит свою форму. Вот эти все элементы декора, они также под воздействием рук не отвалились, то есть, мыло выглядит прилично очень долгое время. Это лаванда, и я даже вам прочитаю, что входит в состав. Пальмовое масло, вода, оливковое масло, кокосовое масло, лук, касторовое масло, эфирное масло лаванды, косметический краситель и сухоцвет лаванды. Кожа после него очень гладенькая, мягенькая, не такая, как после обычного мыла, которое покупается в магазине. То есть, действительно, есть эффект, что вы не только помыли руки, но и чем-то их немножечко увлажнили. Я раз, наверное, в 2-3 недели делаю маникюр в салоне. Я сама дома себе его не делаю, но в промежутках между походами в салон я обязательно наношу на ногти, вернее, не на ногти даже, а на кутикулу какое-то масло. И мне всегда рекомендуют покупать какое-то масло, в котором в составе будет также чайное дерево, потому что очень часто идет, у меня лично такая проблема, что я где-то зацепаюсь ногтями, например, обручку двери в машине или просто где-то обуваюсь и могу вместо лопаточки засунуть ногти и обуться неправильно. То есть, ногти могут ломаться и образовываться такие, скажем так, небольшие трещины внутри ногтя, которые, если не обрабатывать подобным маслом, могут занестись какая-то инфекция, развиться какие-то бактерии. Поэтому, кроме того, что мы увлажняем кутикулу, чтобы она визуально выглядела красиво, еще и мы ее должны, мы должны ногтям помогать, скажем так, держаться в тонусе и ничего, чтобы с ними не случалось. Здесь внутри идет такая вот интересная пипеточка, очень удобно наносится, в баночке 10 мл, и я думаю, что такого масла мне хватит очень надолго. Аромат безумно приятный, очень такой, с одной стороны, маслянистый, но не супер жирный. То есть, нет такого, что вы нанесли на кутикулу и потом еще очень долго ходите, и вам неудобно брать что-то в руки, пользоваться клавиатурой, мышкой, что у вас сильно жирно. То есть, в принципе, в меру жирное маслечко. И последнее, что я заказала в своей посылке, это бальзам для губ, клубничный. Он обычно идет, как все стандартные бальзамы, ничего особенного здесь выдвигается, по аромату очень приятный. Единственное, меня, скажем так, смутила его консистенция. То есть, он недостаточно такой питательный, как по мне, я бы немножечко его сделала жирнее. То есть, мне его немножко не хватает. То есть, я его наношу, там, не знаю, двумя-тремя слоями для того, чтобы почувствовать действительно хорошее увлажнение. Поэтому из всего, что я вам показала, скорее всего, единственное, что я бы под вопрос поставила, рекомендую вам или нет, то, скорее всего, вот этот вот бальзам, как по мне, то для моих губ он недостаточно питательный. А так, в принципе, я по ссылочке своей довольна, ссылки на всю продукцию я вам оставлю обязательно внизу. Пишите комментарии, любите ли вы натуральную косметику, что из представленного мной сегодня вам больше всего захотелось попробовать. Я обязательно почитаю ваши комментарии. Спасибо, что провели эти минутки со мной. Встретимся с вами в следующих выпусках. До скорой встречи. Всем пока-пока. Пока-пока.